Всем привет вы на канале А ну-ка давай-ка и сегодня у нас будут летние пранки над котиками. Поехали! Первый пранк называется конец лета. Для него нам понадобятся желтеющие листья, ножницы, прозрачный скотч и конечно же окно. Клеим листики на скотч, а затем на стекло. Делаем таким образом осенний листопад. Ну а теперь можно будить пушистиков. Пушистики, пора в школу, просыпайтесь. Эй, Мурочка, пора вставать, в школу проспишь. Кизя моя, вставай. А еще пять минуточек. Скоро занятия начнутся. Что? Какие занятия? Это еще что за зольтый лист? Ой, еще только девять утра. Что-то рановато. Малыш, малыш, вставай. Что? Нет, я не храпел. Малыш, осень, пора в школу. А, да-да, сейчас. А что? Какая школа? Лето же. Какое лето? Смотри уже листопад за окном. Исправду. Малыш, пусть мы посмотрим. Ничего себе пора в школу. Малыш, ты видела? Как это мы лето провпали? Это что? Значит в школу пора? Эх, ничего не понимаю. За окном все зеленое, а листья желтое. А что это они тут делают? Это что? Это они на окно что ли приклеены? Ань, ты нас разыграла. Ха-ха-ха, верно. Какой ты у меня сообразительный. Просто так тебя не проведешь. Это что, значит можно в школу пойти? Можно. Ведь у нас еще целый месяц лета. Кто хочет провести его весело? Я и меня. Тогда пошлите. По-моему на улице гораздо веселее. А что будем делать? Какая разница? Главное на улице. Да пошлите уже быстрее. А следующий пранк плач супергероя. Для него нам понадобится туалетная бумага. Да, самая обычная. Отматываем метра три-четыре формируя новый рулончик. Его должно быть достаточно для эффектного разматывания. Рулончик должен быть небольшим, чтобы под тяжестью мотка не рвалась бумага. Думаю такой будет в самый раз. Далее отрезаем кусочек двухстороннего скотча по ширине бумаги. Приклеиваем. И вот собственно конструкция и готова. Смысл пранка очень прост. Наклеиваем на спину скотч, котейка бежит, рулончик разматывается. Посмотрим что получится. Малыш, у тебя спина грязная, дай вытру. Где грязная, дай посмотрю. Ой да не надо, я сам потом помоешь. Что там у меня? Ай ладно, что досеять. Ааа малыш, а ты случайно пройтись не хочешь? Пройтись? Да нет вроде. Ладно. Используем приманку. Эй малыш, лови. Что лови, не понял. Вот. Ой что это было? Что это такое? Что это так быстро летает? Эй супергерой, колбаску хочешь? Колбаску? Спрашиваешь еще, конечно хочу. Ну тогда держи, Бэтмен мой. Мурочка смотри что у меня есть. Лови. Так это же яблоко. О, еще одно. Мурка, ты что невеста? Какая я вам невеста? Это все яблоки эти дурачки. А ну-ка иди сюда. Все из-за тебя. Э, что это вообще такое? Туалет набывала? Господи, это опять твои пранки что ли? Ну да. А почему тогда эти яблоки, а не колбаска? Ой, кто свет выключил? Эй. А это я сама. Ну ладно. Ну что, как думаете, созрела уже колбаска? В смысле созрела? Ну в прямом. Зреть может только то что растет на огороде. Или в саду. Дай я позе попробую. Ну так а вы что не знали, что у нас в саду растет яблочно-колбасное дерево? Первый раз слышу. Такого не бывает. Я бы первая унюхала если бы оно у нас росло. Не верите? Ну пошли тебе покажу. И что, там прям правда колбаса растет? Пошли, сама все увидишь. Пранк колбасное дерево. Для него нам понадобится колбаска, нитки и иголка. Нанизываем кусочек колбаски на нитку, чтобы получилось как елочная игрушка. То же самое проделываем с остальной колбаской. Подвешиваем колбасные плоды к любому дереву. У нас это яблочное. Ну и что? Где это колбасное дерево? Ну как где? Котики, вы совсем нюх потеряли? Вот же, смотрите. Ой-ой-ой, смотри-ка ты, настоящая колбаса. Точно. А ну-ка сейчас я ее. Оп. Ой-ой-ой. А ну-ка иди сюда. Какая. Оп. Какая-то палка. Ань, ну и как нам достать колбаску? Ну не знаю, это вам такой челлендж будет. Ооо, тут смотри сколько колбасы наросло. Ничего себе, как их тут много. Как это бы их раньше не замечали. Я все-таки должна эту достать. Ес, получилось. Какая аппетитная. Ну что, Мурка собрала первый урожай. Ммм, какая шпелая колбаска. Мурка, может ты поделишься со мной? Что? Нет, сам собирай. Ну и ладно. Где ребята помогут? Вы же поставите лайк? Пожалуйста. Так, давай не попрошайничай, а собирай колбаску. Это что, так высоко прыгать придется? Ну ладно. Это что, да? Ну да. стал автор. Это заставляютику. Малыш, мне кажется, она там на кле приклеена. Может попробую какую-нибудь другую достать? Ну мне почему-то хочется именно эту. Хотя надо попробовать какую-нибудь другую. Должны ли мы поесть сегодня колбаски? О, я достала. Вкуснятина. Еще разок, но сейчас точно понутиться. И призвок. Мурка никогда не устает. И ком. О, достала. Ну что я, я тоже могу достать. О, получилось. Это потому что вы мне лайки поставили. А я могу даже на дерево залезть. Ммм, колбасонька. Мурка, ты что, прям с дерева сорвала? Ну сорвала и что? Может и нам слазить проверить? А, кажись что-то нашел. Ой, какая спелая колбаска. О, прям чудеса на дереве. Ребят, вы когда-нибудь такое видели? Так, осталось только ее как-нибудь достать. Оп, кажись зацепил. Ну и как теперь слезть? Еще и колбаса не отрывается. О, получилось. Оп. Малыш, так что? Прям правда колбаса как яблоки растет? Пап, ты веришь? Иди сама проверь. Хм, ну ладно, попробуем. О, я тоже нашла? Хм, не верится что такое. Ой, а ну-ка. Рыжулька, тебе помочь? А-а. Рыжулька, я не знаю. Рыжулька, ты там не застряла? Я не знаю, сейчас только колбасой да тру, а снял что-то не ходит отрываться. Рыжулька, ты такая смешная. С кусочком колбасы во рту на дереве. Да, не вижу ничего смешного. И непонятно что бормочешь. Ах, получилось, у меня получилось. Ага, осталось только аккуратненько слезть. Следующий пранк Кота Хлебушек. Нам понадобится скотч в роли колодца, тостовый хлебушек с вырезанным мякишем и кусочек колбаски для привлечения внимания котят. Начнем наш пранк с Рыжули. Положим кусочек колбаски на дно колодца. О, вкусняшка. Ой, что это? Так, подождите. Рыжуль, а тебя ничего не смущает? Ой, что это на мне? Ребята, предлагаю вам придумать смешной комментарий к этому кадру. Самые смешные получат сердечки. Милашка, лапкой попробуй снять. О, получилось. Что это, батон? А в вашем колодце не завалялось ли мне еще колбаски? Ну, проверь. Пахнет, но ничего нету. Значит, я уже все съела. Следующая, Мурка. И мы также опускаем колбаску в колодец. Иди-ка сюда. Вкусненькая моя колбаска. Эй, бандитка, классно выглядишь. Все, колбаска есть? А у тебя колодец? А если найду? Точно, бандитка. Ой, а это что такое? Пахнет вкусно. Это бутербродный хлеб. Не, хлеб не хочу. Может, еще раз сыграем с колбаской? А? Хорошо, давай все подготовим. Начни с этого края. Эй, а как же колбаска в колодец? Ничего не знаю. Хочу попробовать батон. Ну, Мурочка, даешь. Ой, все, потом даем. Где, говоришь, колбаска? В колодце должна быть? Или где-то рядом? Я ее не положила. Ну, тогда батон. Театр теней. Для театра теней нам понадобятся распечатанные силуэты персонажей сказки или нашей истории. Также понадобится плотный картон, чтобы укрепить конструкцию. А еще пригодятся ножницы, клей, длинные деревянные шпажки по количеству персонажей, двухсторонний скотч. Наносим клей на обратную сторону рисунка. На концы шпажек приклеиваем кусочки двухстороннего скотча. И собираем конструкцию вот таким образом. Теперь можно вырезать наших персонажей. Вот как-то так. Для моей истории понадобится изображение кота, доброго волка, злого волка и сосиска. Думаю, на улице достаточно темно и мы можем приступать. Котики еще не знают о театре теней. Думаю, у меня получится кого-нибудь разыграть. Ой, по-моему, тут чужак пришел. А я как раз приготовила для моих котиков сосисочку. Может, ему отдать? Стой, Аня, не отдавай никому сосиску. Я ее сама съем. Можно? Эй, сосиска, ты куда? Сейчас я тебя сломлю. Да что это за сосиска такая странная? Белка, прекрати, это просто тень. Тень. Садись, Мурочка. Буду вам сказку на ночь показывать. Жила-была на свете сосиска. И была у нее мечта. Она не хотела, как все остальные сосиски, быть съеденной и забытой. А хотелось ей сделать в своей жизни что-то важное. Но в один прекрасный день, откуда ни возьмись, появился волк. Такой злой, голодный, взъерошенный. И говорит, ну наконец-то, сейчас-то я тебя и покушаю. Вон какая аппетитная сосисочка. Сосиска так испугалась, что забыла о правиле не разговаривать. Да как, закричит. Спасите, помогите, я же не так хотела. Эй, сосисочка, Мурочка, подожди, я иду. И вдруг на крики о помощи прибежал отважный кот. Ну-ка, волк, не тронь сосиску. Откуда ты тут взялся? Не дам ее в обиду. Растерялся волк от отваги кота, испугался и не знает, что делать. То ли бежать, то ли защищаться. Ой, что же дальше будет, что будет? Мне уже как-то и волка жалко, голодный же. Стоит кот, сверкает на волка глазами. Ох и смелый кот, не справиться мне с ним, подумал волк. Опустился на четыре лапы и говорит. Отважный ты кот, смелый, не буду я сосиску трогать, не гневайся. Я просто два дня не ел, совсем изголодался. Сжалился кот над волком и говорит. Вижу, добрый ты волчок, поделюсь я с тобой сосиской. Ой, что, прям так и поделится? Ничего себе, вот это поворот в сюжете. Может они еще и подружатся скажешь? Разделили кот с волком сосиску поровну и оба наелись. Наевшись кот и говорит. Хороший ты волк, пошли к нам в семью жить. Будешь нам дом охранять, а хозяин кормить тебя будет. И имя дадим тебе, собака. Вот и сбылась мечта сосиски. Не зря прожила свою жизнь. Ой, какая классная сказка получилась. А фигурки тебе понравились? Еще как, особенно эти палочки. Все время хотелось с ними поиграться. А сегодняшний день как тебе? Ой, такой день точно заслуживает лайка. Ребят, вы это, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. И не забывайте любить своих питомцев, заботиться о них, играть и никогда не обижать. Надеюсь, вы поставите нам лайк. А на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!